приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам традициям и обрядом на 25 марта поговорим об иконе божьей матери поговорим о православном календаре тоже что можно и чего категорически нельзя делать в этот день 25 марта это друзья все далее более подробно прямо сейчас ставьте лайк этому видео в комментарии обязательно пропишите следующую кодовую фразу я дышу в изобилии я дышу процветанием истина да будет так обязательно укажите ваше имя я ваше имя дышу изобилием я ваше имя дышу процветанием истина да будет так обязательно это пропишите и по вселенная это все друзья приумножит в вашей жизни а мы с вами начинаем 25 марта в православном календаре отмечается память преподобного феофана исповедника это был выдающихся монах и летописец который жил в восьмом веке в этот день христи православные христиане вспоминают его в своих молитвах и в чтениях феофан исповедник родился около 760 года в константинополе его отец исаак был влиятельным чиновником по тому в потому времени однако после его смерти феофан оказался под опекой императора и получил отличное образование по тем временам молодости феофан следовал семейным традициям и занялся общественной деятельностью однако после смерти императора льва 4 он принял решение оставить мирскую жизнь и посвятить себя монашеству вместе с супругой они решились на развод и постриглись в монахи при оба преподобный феофан внес значительный вклад в распространение православия основав на по тем временам множество монастырей и способствует духовному просвещению народа однако в период правления императора иконоборца льва 5 но он стал объектом преследования из-за своей веры отказавшись от отступничества феофан был заключен в тюрьму где скончался через год жизнь преподобного феофана исповедник осталась примером преданности вере и добродетели он был известен своими чудесами и мудрыми наставлениями а его труды в летописании монашеской деятельности оказали большое влияние на православную церковь его жизнь и подвиги до сих пор вдохновляют многих верующих на пути духовного роста и преданности богу кроме того обращаем ваше внимание что 25 марта 2024 года является особенным днем для православных верующих от так как они будут отмечать начало второй неделе великого поста этот период является важным временем духовного очищения и покаяния перед предстоящими праздниками пасхи вторая седмица великого поста имеет особое название неделя светотворных постов посвященная памяти святителя григория паламы святитель григорий паламы это выдающийся деятельный деятель восточной церкви живший в в четырнадцатом веке его вклад православную теологию духовную жизнь невозможно переоценить он развивал идеи о богословии света и молитве иисусовой утверждая что человек может пережить личное общение с богом также в этот день приходится память симеоне новом богословие который был учеником и последователем святителя григория паламы он продолжал дело своего учителя развивая его богословские учения и углубляя их понимание христианской традиции также 25 марта почитается нерукотворная чудесная икона божией матери лицкая это чудесная икона явилась сама взору людей ее считают нерукотворной в городе лид строился храм жители города явились в иерусалим к божьей матери с просьбой чтобы она своим присутствием осветила новый строящийся храм они их она их выслушала и отправила домой со словами что появится в храме обязательно по возвращении посланники увидели что лик божией матери проступил на одном из столбов храма так лик богородицы появился и остался в храме позже с него были сделаны списки к этому чудотворному лику обращаются за помощью те кому нужно помолиться о детях о счастье об исцелении и других очень сложных жизненных ситуациях богородица помогает всем кто приносит просьбы с чистым сердцем и от всей души искренне а мы вам друзья ставим молитвы в описании к этому видео обязательно помолитесь в этот день есть возможность сходить в храм обязательно это сделайте ну а в народном календаре 25 марта получил следующие названия феофана в день феофан проламинаст или григорий именно этот день 25 марта традиционно ассоциируется с весенним приходом и началом нового этапа в природе на протяжении веков на руси это время встречались с особым вниманием и праздничным настроением феофанов день сопровождался множеством обычаев традиций которые были связаны с приходом весны этот день люди приводить проводили различные обряды для привлечения удачи благополучия и плодородия в некий в некоторых регионах народ собирался на ярмарки и праздничные гуляния что мы чтобы отметить наступление нового времени и поделиться радостью с близкими соседями одним из распространенных обычаев было устраивание в этот день весенних костров символизирующих очищение и обновления люди собирались вместе пели песни танцевали вокруг костра приветствуя приход весны и прощаясь зимней стужей костры также считались защитой от злых духов и болезней принося в дом благополучия и удачу также традиционно в этот день устраивались различные ритуалы для предсказания погоды и удачи в будущем люди наблюдали за природными явлениями смотрели на облака ветер направление дыма от костра чтобы попытаться предугадать какие события их ожидают впереди согласно народным приметам туман который наблюдается в начале этого дня имел особое значение для то чтобы можно было понимать какой же в этом году будет урожай конопли и льна если у день начинается с тумана это предвещало богатый урожай культур конопли и льна также это у к и на наши предки наблюдали за тем какая температура в этот день если минусовая температура сопровождается и ним а если плюс температура плюсовая то вызывал утренний туман который был эквивалентной и не и вот эти признаки прогнозировано прогнозировали наступление дождевого периода через 90 дней что приходится на 12 июня и в день исакия змеевика если в это время идут дожди это предвещал хороший урожай льна конопли и других зерновых кроме того туман феофана в день по мнению народных традиций являлся своеобразным так называемым съедателям снега что часто сопровождалось сходом снежного покрова и полным оттаиванием почвы вслед за этим феноменом начинался сева редиса знаменующие начала нового этапа в весеннем сельском хозяйстве древности феофана в день который приходится на 25 марта был не только временем для памяти преподобного феофана исповедника но и периодом когда наши предки активно проводили ритуалы и обряды связаны с сельским хозяйством и защитой животных один из таких обычаев заключался в том что крестьяне по двору разбрасывали конопляные и льняные зерна для того чтобы обеспечить хороший урожай этих культур помимо это в этот день лошадей особенно защищали от болезни нечистой силы и ударов молнии считала что вода из ключа помогает лошадям прийти в себя и защищает их от лихорадки для этого их водили к источнику и поили через серебро погружая воду серебряное кольцо или монету в этот день крестьяне предпочитали не уходить далеко от дома считая что работа по хозяйству более предпочтительно чем прогулки по мокрым улицам с лужами и с ручейками они не особенно скучали по этому поводу так как знали что скоро придет настоящее тепло которое высушит дороги только после этого можно будет наслаждаться долгими прогулками феофана в день 25 марта в народном календаре сопровождался множеством обрядов и примет связанных животными особенно с лошадьми в народной мудрости эти эти привычки верования имели глубокие корни отражая важность лошадей повседневной жизни крестьян лошади как надежные помощники занимали центральное место в хозяйственной деятельности крестьян их здоровье считались ключевым для успешного хозяйства поэтому в день феофана особенное внимание уделялось лошадям животных водили к родникам и опускали в воду серебряные предметы так а такие как кольца монеты считая что ты приносит благополучие народные приметы феофанова дня также тесно связаны были с поведением лошадей это если неожиданно голова движется лошади или фыркает на дороге это говорило о том что будущие какие-то будут интересные события или связанные с погодой фырканье лошади могло быть воспринято как предвестие радостной встречи впереди кроме того сегодня поили лошадей ключевой водой которые называли через серебро это то ритуал предполагал использование любого серебряного предмета такого как монеты колечки или ложки которые клались в воду для того чтобы животные пили через него и считалось что именно такая вода придает лошадям силы и защищает их от негативного воздействия если лошадь заболела в этот день 25 марта туда лет она не выздоровела бы что могло негативно сказаться уже на хозяйственной деятельности крестьян кроме этого в этот день тоже проводились читались молитвы за здоровье и благополучие животных в день феофана был интересные обряды связанные именно с женщинами одним из таких обычая была традиция идти в поле прихватив с собой кочергу этот ритуал предполагал что женщина должна была оседлать кочергу и трижды проехаться на ней вокруг поля вот выполнение такого обряда способствовало увеличению плодородия земли и обеспечивала хороший урожай эта церемония приносила благополучие и процветание семья также способствовало укрепление связи с природой также в этот день считал что нужно обязательно покормить птиц зерном а это значит принесет хороший урожай птицы во все времена считали символом счастья а забота о них считалась благоприятным знаком для будущего также 25 марта наши предки торжественно встречали весну для того чтобы привлечь теплую благоприятную погоду люди выходили на улицу и разбрасывали зерно по двору этот обычай считался ритуалом способным привлечь благополучие и обеспечить урожайное время кроме того 25 марта был благоприятным днем для проведения специальных обрядов и ритуалов у целителей эти обряды могли приносить отличные результаты в лечении и обеспечить защиту от болезней и всевозможных недугов однако самостоятельное лечение в этот день не рекомендовалось так как могло привести к нежелательным последствиям что же нельзя было делать в этот день 25 марта по народным приметам в этот день нельзя было обижать лошадей феофанов день важно было бережно относиться к лошадям эти животные имели большое значение для наших предков так как они были незаменимыми помощниками как на поле так и в быту и обиды или неправильный уход за лошадью в этот день могли привести к несчастью а в некоторых случаях даже к смерти животного также в этот день не рекомендовалось держать лошадей в столе или ограничивать их движение вместо этого животных следовало выводить на прогулку чтобы они могли свободно передвигаться на свежем воздухе и нарушение это предписание по мнению предков могло привести к заболеваниям и проблемам со здоровьем которые могли сказаться уже начале осени также в этот день наши предки старай старались лошадей не поить обычной водой так как это могло привлечь на них сглаз для этого наши предки проводили особенно приготовили особенную воду спускали серебряный крест в родниковую воду и дали ему полежать там около трех часов после этого вода считала что становится благословенной и приносит защиту от негатива и только тогда ее можно давать лошадей также в этот день нужно избегать конфликта выяснения отношений на повышенных тонах иначе эти действия могут принести несчастье неудачи на протяжении всего года поэтому лучше воздержаться от острых разговоров и избегать конфронтации сохраняя мир и спокойствие также в этот день нельзя было кормить птиц пшеном иначе это могло принести неблагоприятные последствия наши предки считали что лучше выбрать в этот день льняное семя это поможет обеспечить хороший урожай на и создать благоприятные условия для роста и для развития растений также в этот день нельзя было бездельничать иначе считалось что это может привести к несчастью и к нищете в будущем поэтому тот кто не проявляет активности и не занимается делами в этот день рискует оказаться на паперти то есть остаться без средств к существованию кроме того не в этот день ничего нельзя брать бесплатно это касается и подарков или услуг какие-то каких-то обязательно нужно заплатить потому что это поможет вам сохранить гармонию и уравновесить энергию обмена также в этот день девушкам не следовало ломать ветки берез особенно если не находится на выданье или в активном поиске партнера иначе это могло привести к тому что парни начнут избегать таких девушек словно обходя их десятой дорогой весь год придется провести в одиночестве друзья вот такие вот народные приметы традиции и обряды в этот день 25 марта мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни ставьте лайк этому видео в комментариях обязательно напишите я дышу изобилием я дышу процветанием истина дабы вот так не забудьте поставить ваше имя помним о том что имя пишем с большой буквы но прямо сейчас на экране друзья увидите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то виде которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео